Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Глава называется Бехукатай. Очень страшная глава. У нас такие две главы в книге. Двоим есть глава Китово еще, такая страшная. Но Всевышний нам предлагает всего этого избежать. И он нам говорит, что если будете ходить по заповедям, соблюдать будете заповеди, то он благословит нас во всем. И будет у нас прекрасный урожай, и будет прекрасный скот, и все будет прекрасно. И мы с вами знаем из Торы, как работает благословение Ашема. То есть, если мы видим, вначале, когда Всевышний сотворил мир, как он все это сделал, как у нас появилась растительность, появились животные, все сделал. И как они размножились быстро, и нам хватает всего. То есть, если Всевышний благословил рыб, то они размножаются очень сильно, и птиц тоже. То есть, все у нас есть, все благословил. Ну, конечно, все в наших руках. Как мы себя ведем, как мы пользуемся всем, что Всевышний нам подарил, это уже зависит от нас. И благословил, у нас там был урожай. Раз в 25 лет собирали, и хватало на 25 лет. Все так и было. И благословение здоровьем, и люди не болели, и жили по тысяче лет. Все это было до потома. Мы считаем, сколько люди жили до тысячи лет. В общем, благословение работает очень сильно. Потом, смотрим такую вещь. У нашего праотца Аврагама были правнуки Минаша и Эфраим. Всевышний благословляет Эфраима. И мы смотрим, что перед тем, как мы вышли из Египта, колено Эфраима в количестве 300 тысяч человек, вооруженных стрелков из лука, вышли. Как они вышли, можно только догадываться, потому что Всевышний обещал Аврагаму, что потомки твои будут в чужой стране, угнетать их будут 400 лет, пусть выйдут с большим достоянием. И видно, они неправильно поняли, то есть 400 лет нужно считать от рождения Исхады, когда появились в Аврагама потомки. Видно, они посчитали от заключения Аврагама союза, союза между двумя половинами, когда он животных разрезал пополам, птицы резал, и там у него было пророчество этого Ил-Эх-Л-Ха. Так вот, уже за 30 лет до выхода из Египта, колено Эфраима уходит. Написано, колено Эфраима, вооруженные стрелки из лука ушли, и пошли они в страну к нам. Коротчайшая дорога была через страну Лештим. Лештим были союзники Египта, они напали на этих лучников, убили все 300 тысяч. Они не были захоронены, это те кости, которые, видит правхи Хескин, говорит, долина полная костей. Это те кости, которые остались лежать, не захороненные. Вот эти воины все, и когда мы вышли из Египта, вышли из Абзеса в Суккот, а потом написано, что не повел на Всевышний через страну Лештим, потому что коротко этот путь. Как бы не испугался народ при виде войны. И не описано это. И вот наши мандриты говорят, вот то, что написано пророком Кескеля, что он видит ли кости. Если бы мы, бывшие рабы, увидели 300 тысяч костей, не захороненных, мы бы испугались и вернулись в Египет, если бы нам это пришлось увидеть. Поэтому наш Всевышний ведет по дороге к морю Суф, мы это знаем. Всевышний дальше откроет для нас море, мы пойдем. Но факт тот, что Эфраим, он родился уже в Египте. И представьте себе, что за 210 лет у него уже 300 тысяч воинов в колене. От одного человека. Это же еще были и дети, были у него видны женщины, и все как положено. В общем, это огромное колено. Мало того, мы будем читать с вами следующую главу. Если колено Эфраима было убито, большая часть убита, то через 30 лет, когда мы входим в пустыню, Лаеба Медбар Всевышний начинает считать нас. Он считает и смотрит, что у Эфраима, невзирая ни на что, 40 тысяч 500 воинов. А если мы берем другие колена, то они еще меньше. То есть получается, что и колена Бенямина 35 400 меньше, чем у него, хотя никто не был убит. И, естественно, Минаше тоже меньше колена было, 302 200. То есть меньше, чем у Эфраима. Настолько сильное у него было осовление. Так оно работает. Если вы же все было осовляет, то все работает очень сильно. И потом говорят наши мудрецы, а сколько было сынов Израиля в Египте? Перед тем, как выйти из Египта, Медраж, пишут, что у нас было 20, около 20 миллионов человек. Да, по каким-то причинам вышла только пятая часть. Или вы испугались, или стало сильно хорошо в Египте, когда Всевышний убрал нас из рабства. Мы стали быть рабами, начали свободной жизнью жить, бизнес пошел, может, до этого. Но какое должно быть благословение, чтобы за 210 лет из 70 человек получилась такая семья 20 миллионов. То есть это без благословения не работает. Медраж вообще описывает невероятные вещи, что каждая женщина рождала по 6 здоровых детей, и очень сильно пишут, что стремительно размножались. Все были здоровы, и в прогрессе, конечно, получилось это число. Даже если мы, естественно, с вами посчитаем, что, допустим, у человека вот в 20 лет у него появилась жена, а в 30 лет у него 10 детей, то когда уже его дети вырастут, то можем себе представить, что эти 10 детей через те же 30 лет эти 10 уже станут 100. И если еще, еще, и так прибавлять, прибавлять, эти порождают, то действительно миллионы будут людей, если мы возьмем то, что будет за 210 лет. Главное, чтобы Всевышний благословил. Вот это для нас самое важное. И так во всем мы видим, что если Всевышний благословляет, то все прекрасно работает. Нам главное заслужить это благословение. если мы будем все хорошо вести, вот те проклятия, которые написано в Лаебиху Катай, они не сбудутся. Всевышний только нас просит, чтобы мы выполняли заповеди. Он вообще говорит, вы не должны работать круглые сутки, я от вас это не требую. Я требую от вас послушания, потому что урожай все равно зависит от меня. Блодородие, все, животные, все зависит от меня, Всевышний говорит. Если вы себя хорошо ведете, то у вас все есть. Если нет, значит так. Не хотите соблюдать год шмиты, будете пахать, и земля не даст хорошего урожая. Будете получать урожай в лучшем случае через год. А так, что Всевышний нам предлагает? Он предлагает соблюдать и субботу. Что такое суббота? Три трапезы обязаны сделать с хлебом. Вот. И если мы берем 52 субботы в году и умножим на 3, 156 трапез, только в субботу с семьей собраться, за столом отдыхать. Потом, если мы берем Песах, по 2 трапезы в день семь дней, тоже и Суккот по 2 трапезы в день семь дней, и Шмини Ацерет тоже 2 трапезы. Это обязательные трапезы. Есть Хануков 8 дней, тоже если взять по 2 трапезы, и Шавуот, и Рошхашана, и у нас есть и Лахбомер, и Пурим есть у нас. Много праздников, то есть у нас больше 200 трапез обязательный в год. Кроме того, есть бар-мицвы, бат-мицвы, есть свадьбы, обрезания, то есть очень много праздников есть. Всевышний говорит, вы себя будете хорошо вести, будете радоваться. При той жизни, которую я вам обещаю, если вы будете себя хорошо вести, у вас будет все хорошо, только радуйтесь, если живите так, я хочу. Не надо испытывать меня, говорит Всевышний. И старайтесь выбирать свет и добро, а не смерть и зло. Выбери жизнь, Всевышний говорит. Жизнь это Тора, это жить по Торе. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Бертет Бат-Исраэль, памяти Павел Бен Ефим, Яков Бен Ахум, Валер Бен Григорий, за здоровье. Давид Бен Стела, Светлана Бат-Клара, Шолом Йона Бен Цара, Шимон Бен Ицхак, Инна Бат-Мира, Борис Бен Мария, Мойша Бен Маня, Анна Бат-Ривка, Рахель Бат-Лилия, Полина Пер, Бат-Сонисура, Лена Бат-Клара, Стелла Бат-Тейла, Женя Бат-Ида, Игорь Бен Кира, Инна Бат-Дора, Анна Бат-Елена, Станислав Бен Рахель, Эфим Бен Эстер, Двойра Бат-Мириам, Моисей Бельева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Ильин Бен Берт, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Елена Бат-Инеса, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Сара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат-Белла, Яков, Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фарик Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат-Сара, Ида Бен Хая Алива, Ефим Бен Сони, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат-Сарит, Всем браха, Парнаса Камана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, читали Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, настоится завтра в 10.40, Шалом!